Время ограничено 19 июля 1943 года во время проведения разведки боем возле Синявинских высот подвиг Александра Матросова повторил рядовой Владимир Ермак. Он кинулся грудью на амбразуру вражеского дзота и обеспечил выполнение операции группе разведчиков. 21 февраля 1944 года ему присвоено звание Герой Советского Союза. Присвоено посмертно. За годы войны таких подвигов было зафиксировано 445. Из этих 445 бойцов лишь 14 выжило. Что примечательно, ни в одной другой армии мира не было ни одного такого подвига. В 4 дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Ну что ж, ребят, доброе утро. Как спалось? Великолепно. После вчерашнего дня мышцы не болят? Болят. Нет, вообще ничего не болят. Ань, как твои руки? Болят. А, ты даже в лейкопластыре? Да, я поранилась вчера. Жаль, потому что сегодня тоже предстоит работать. И работать много, работать руками и иногда головой. Как показал вчерашний день, это важный аспект. Настроение было супер кайфовое. Стивен Темкинг, 18 лет, тикток-блогер Ижевск. Потому что после вчерашнего дня мы не выполнили задание, и нам хотелось как-то вот эти вот мысли оправдать. Ну и прежде всего мы должны выбрать командира. Тот человек, который сегодня возглавит ваш отряд и поведет вас к победе, либо к проигрышу, как это было предыдущие два дня. Есть желающие? Я вызвалась, так как желающих больше не нашлось. Елизавета Нагаева, 24 года. Матрос-спасатель, тренер по плаванию. Симферополь. Ребят, спросите, почему не нашлось желающих? Сегодня я не выдвинул свою кандидатуру. Марк Майер, 25 лет, музыкант, Москва. На должность командира группы, потому что решил дать шанс еще Лизе. Она очень хотела с первого дня, и просто она никому об этом не говорила. Лиза сама вызвалась. Владислав Иванов, 24 года, учитель физкультуры, Воркута. Быть капитаном и никто не был против. Лиза молодец, она думает очень хорошо, у нее это получается. Я абсолютно нейтрально отношусь к тому, кто капитан. Андрей Барановский, 21 год, инстаблогер, Новосибирск. Я никогда никому не подчиняюсь. Я делаю только то, что я хочу. Итак, Лиза, получай задание, изучайте его, и вам опять нужно будет поделиться на две подгруппы. Первая задача – подготовить 10 макетов красноармейцев, закрепить их на плоту и отбуксировать через реку, чтобы вызвать огонь противника на себя. После форсирования реки по карте выйти к намеченному объекту, поставить дымовую завесу и сообщить о выполнении задания, как это делали 12 бойцов отряда гвардии сержанта Владимира Немчикова. Хорошо, нам 4 человека нужно для выполнения этой задачи. Вторая задача – заготовить березовую заболонь и сварить из нее кашу, замесить тесто и испечь шомпольный хлеб, как это делали пережившие финскую оккупацию родители Анны Лукиной из-за нежья. Я предлагаю себя выдвинуть на приготовку хлеба, потому что я обожаю готовить. Кто еще готов остаться здесь? Я готов остаться. Я не хотел лезть в воду, потому что я привык плавать в бассейне, где есть хлорка, и как-то, не знаю, мне было не по себе, а от той мысли, что мне придется надеть гидро-костюм и плавать. Итак, команды распределены. Каким образом ты расставила участникам по заданиям? Стив и Марк остаются здесь, все остальные плывут. То есть Стив и Марк будут на готовке, а вы, Андрей, который боится воды, Аня, которая плохо плавает, отправляетесь на плод? Да, именно так. Меня сначала хотели оставить снова на кухне. Анна Оушен, 24 года, блогер, Тольятти. Я просто, когда это услышала, я стою, у меня накатились слезы на глаза. Для меня гораздо лучше поехать, плыть в воде, мерзнуть, что угодно, лишь бы не готовить второй день. Так как в одном из заданий вы будете давать сигнал ракетницей, то нужно сейчас провести инструктаж, и я предлагаю, чтобы старт испытаний дал кто-то из вас. Разумно будет предположить, что это будет командир. Поэтому сигнал я предлагаю подать тебе. Прежде чем участникам испытаний доверили ракетницы, они прошли подробный инструктаж. Сегодня на испытания у вас будет не 6 часов, а 4. Лучшая погода, да, чтобы начать готовить? Да неплохо. Свежесть такая в лицо прям. Ну, вот вчера возникли проблемы с разведением костра, хотя дождя не было. Сейчас все будет мокрое. Как будете с этим решать проблему? Я думаю, что мы сделаем очень-очень плотными вот эти дощечки, сложим их пирамидой и максимально постараемся соблюсти технологию разжигания, чтобы прям получилось нормально. Вот. Ну, будем пробовать. Ну, вы понимаете, да, 4 часа, времени будет раз меньше. Да. Задания те же самые. Сегодня пошел дождь, и, конечно же, меня это не удивило, потому что мы были предупреждены еще со вчерашнего дня о том, что сегодня, возможно, будет какая-то непогода. Нам нужно распределить между собой задачи, чтобы все было окей. Да. Смотри. Собрать березовую заболонь. Соответственно, полтора килограмма. Сварить в пяти литрах воды до кашеобразного состояния соль и сливочное масло. Я могу сделать, вернуть костер. Я вчера костром занимался. А тебе предлагаю сходить и забрать березовую заболонь. Окей. Работать с Марком мне доставило просто не то, что кучу эмоций, а кучу вот какого-то авторитета в каком-то смысле, потому что он взял на себя ответственность. Мы просто понимали друг друга и из-за этого очень эффективно, быстро двигались, что-то делали. Конечно, в военные годы случалось всякое, но два парня на кухне не уверен. Собираем, да. Ань, пошли соберем. У нас есть размеры макетов? По-моему, есть. Потому что, ну, человеческий рост. Там 100 на 150. Плюс-минус 100. Ну, это примерно полтинник. Смотри, сколько ты рост там? 180? Да. Мы отправились изготавливать манекены. Видишь, это уже 150. 180. Они 60, значит. Для того, чтобы отправить фейковый плот на вражескую территорию, чтобы сбить врага с толку. В июне 1944 года для того, чтобы переправиться через реку Свирь и сохранить личный состав, гвардии сержант Владимир Немчиков решил разведать расположение огневых точек противника. С этой целью бойцы построили плот с муляжами пулеметов, пушек и красноармейцев. В ночь с 21 на 22 июня 1944 года 12 добровольцев отряда Владимира Немчикова приступили к выполнению ложного форсирования. Финны открыли огонь по плотам, таким образом выдав расположение своих орудий. Их подавили наши артиллерия и авиация. Последующее форсирование реки прошло с минимальными потерями. Все участники тряпичного десанта выжили. Позднее им присвоили звание Героев Советского Союза. Место для заготовки кустарника выделено специалистами в зоне санитарной рубки. Ни одно здоровое дерево от рук участников проекта не пострадало. Ань, часто в походы ходишь? Я вообще все детство прожила в палаточных лагерях. Но не могу сказать, что мне давали какую-то работу прям тяжелую. Я так-то спортсменка, типа всегда спортом занималась. Но мне всегда мальчик помогает. Мы с Лизой вдвоем отправились собирать набивной материал для наших макетов. Мы с Лизой разболтались. Не знаю, я ей рассказала про себя, немножко про свою жизнь, чем занималась. Мне с Лизой очень комфортно. Она такая классная, добрая девчонка. На самом деле я бы посоветовал вам особенно сильно не заморачиваться, потому что герои, чей подвиг вы сейчас повторяете, передвигались на плоту в предрассветном тумане. Вот эта вот штука называется заболой. По-научному флоема. Она богата клетчаткой и крахмалом. Именно из нее наши участники будут готовить кашу. Похоже чем-то на бекон, да? На бекон? Да, вот эта красная штука. На сало, да, еще скажи? Ну, сало или не сало, я не знаю. Самым сложным испытанием на сегодня мне показалось собрать заболонь, потому что это было непросто. Она растет в определенном слое дерева, и если ты захватишь какие-то лишние опилки, буквально там идет счет на миллиметры, то ты приготовишь дерево, и это будет невкусно. Думаю, нам эти знания еще пригодятся, если соберемся в поход. Подождите, а солдаты, ну, в первый раз, когда они попробовали, они типа это вот так прям пробовали и поняли, что это вкусно. Осенью 1941 года финская армия оккупировала значительную часть Карелии – Карельский перешеек, Оланецкий перешеек и Занежье. Здесь за три года от голода и холода умерли 16 тысяч человек. Чтобы выжить, люди ели все более-менее съедобное, например, хлеб из клевера и суп из крапивы. Смотрите, все высыпьте. Зачем? Нам нужно засунуть сначала скелет. Туда. Мешок. Андрей предлагает очень хорошие идеи и исполнение непосредственно этих идей. Аня тоже замечательно справляется со всеми заданиями, поставленными. Как думаешь, с чего головы делаем? Из вот этой белой ткани? Это не хватит на 10. Ну, тогда и стой, да? Смотри, голову не нужно сшивать. Вот так вот ее наполняешь и завязываешь. Все, давай набьем. Вот так. Еще, еще, еще. Еще побольше чуть-чуть. Чем-то это отрезать надо будет? Ну, вот эту штуку сейчас попробуем. Сейчас с крюкой, да. Ну, на нее еще каску ведь надеть нужно будет. Главное, чтобы она у нас выдержала. Да, выдержит. Ну, вот так хорошо. Нормально? Нормально? Да. Натяните ее на меня просто. Давайте сразу отрубим 10 таких штук. Да, я и говорю. Сразу сверху клади, зажимай. Ты можешь сделать надрез, а потом руками рвать, да. Технология изготовления манекена. Сейчас научу. Берем доску, прикрекляем к ней еще одну доску, делаем крест. Могильный крест. На него мы надеваем мешок и засыпаем этот мешок травой и елочными ветками и всем, чем можно набить, как мягкую игрушку. Далее, верхушку креста мы на нее надеваем платок. Платок тоже заполненный различными травами, веточками, шишками, чтобы это было похоже на голову. Сверху надеваем каску и накидываем плащ-палатку, чтобы создавался хотя бы силуэт человека. Так, парни, смотрите, прошел час, вы еще даже не начали варить кашу и костер как-то у вас не костер. Может, поторопитесь? Да, мы ускоримся. Помните, три часа осталось, поторопитесь. Да, хорошо. Мы сначала сделали очаг, потом нарубили дров, закинули их в этот очаг, разожгли огонь. Думаю, залью побольше воды, все равно как бы выкипет. Сейчас я удлиняю железную вот эту палку для того, чтобы кастрюля была прямо над огнем, чтобы это все быстрее сварилось. Вы такой, наверное, не видели. У вас-то поди все электрические, а этот работает на дровах. Посмотрим, как ребята с ним справятся. Также хочу поделиться, как мы именно растапливали самовар. Как это было? Мы сначала, значит, закинули туда шишек, закинули туда все, что может воспламениться для того, чтобы создать вот такой первый какой-то огонь. Вот это вот просто было у меня шок, удивление. Я не понял, как мы это сделали. Мы взяли сапог, нацепили его на, ну, получается, верх. Я уже вижу первые угли реально. Класс. После того, как манекены уже были готовы, кресты я все сделал, я понес готовые манекены на плот и стал их прибивать к доскам, чтобы на плоту казалось, как будто находится диверсионный отряд. Да, нормально. А вот смотрите, мы будем на воде, он будет шататься. Мы их приколотить должны будем. Вот сюда вот. Держи его, вот так вот, держи, вот так. Все, и не наклоняй. То, что у меня сейчас на голове, это, конечно, не аутентичный СШ-40, стальной шлем 40 по году выпуска. Это его макет. Но примерно такие каски были у советских солдат во время Второй мировой войны. Интересно то, что наши каски были толще и прочнее, чем аналогичные экземпляры у немецких солдат. Таким образом, наши солдаты могли, высовывая каску из окопа, выманивать на себя огонь снайпера и понимать, есть ли здесь огонь противника. Примечательно, что после этого советский солдат снова мог использовать свою каску, ведь она выдерживала прямое попадание, в отличие от немецкой. И в связи с этим немецкие солдаты часто после кровопролитных боев шли и снимали каски с убитых воинов советской армии и забирали себе как трофеи, потому что наши были лучше. Окей, все, мы все готовы. Пойдемте. Действительно, мы замаскировали все очень хорошо. То, что издалека, ну, это как реальные люди были, которые плыли на вражескую территорию. Был ужасный ветер, мы одевали эти гидрокостюмы, было холодно. Долго ко всему этому собирались, что просто вот ты себя стоишь и накручиваешь. Сейчас тебе лезть в воду, в холодную воду, в холодную воду. И ты стоишь и думаешь, зачем мы на это вообще подписались? Перед тем, как спуститься на воду, мы открыли карту и посмотрели, докуда примерно нам придется добраться. Смотрите, мы находимся здесь, вот, да, видите, здесь написано старт. Мы находимся здесь, вот эти острова, которые нарисованы на карте. Нам нужно, соответственно, проплыть чуть дальше, чтобы обойти этот остров. Если мы попадем по течению вот здесь, то там мы точно не сможем доплыть до основной точки. Поэтому нам нужно стартовать отсюда, толкать плод вдоль течения. Если что, мы можем остановиться на камышах, потому что там мелко, и пронести его. Начался дождь, а ребята пытаются варить кашу, делать хлеб. Я думаю, у них все получится. Главное, чтобы дождь не начался проливным. Рецепт у нас был все соблюсти в нужном количестве. У нас будет что? Мука, я вижу масло, вода. Масло, вода, сода с уксусом заменят дрожжи нам. И еще у нас будет масло. Отлично. Ты когда-то пек хлеб на костре? Я видел в одной программе, как нужно делать тесто. И сейчас попробую. Я с удовольствием попробую пыль хлеб. Что-то мало воды, мне кажется. Ну вот еще, так, 12 половников. Погнали. Так, стоп, поднимся. Короче, давайте до кабушей. Там пышком. Чем? Брасом? Брасом, да, это как лягушка. Я понял, понял. Потом толкнулись в сторону. Вам надо вот здесь поднажать, чтобы его выровнять. Да-да, давай. Я думала о правильной траектории движения, чтобы нас не сносило течение таким образом, чтобы мы не заплыли за тот остров, который нам нужно было переплыть. Собственно, и мы с ребятами решали этот вопрос, как мы будем оптимальнее грести и какой стороной переправлять плод. Сейчас попробуем толкнуться. Ага, толкаться, она уходит. Начина? Да. Сейчас. Ну все, гребем руками. Да. От нее толку нет. Нормально идет, кстати. Да, хорошо идет. Мы пересекали реку, непосредственно следуя за самим вот плотом. По пути мы буквально стремились к камышу, потому что где камыш, там дно помельче. В общем, мы пытались от дна отталкиваться, чтобы быстрее переправить плод. А ты просто поменяйся, поменяй сторону и все. Так очень удобно. Давайте перерыв. Перерыв, да? Да, просто отдыхаем. Он обратно плывет. Что? Ну типа, видите, его разворачивают по течению. Окей, ладно, давайте гребсти лошадиных силы у нас тут. Андрюш, давай, поднажми. Толкать в плод было непросто на воде, вплавь. Плод разворачивало постоянно, и нам приходилось его поворачивать обратно. Я бы сказал, что плод уносило, а если его носило, то наоборот нам помогало. Потому что оно как раз в ту самую сторону тепло, куда нам нужно было добраться. Конечно же, у тех людей, которые совершили этот подвиг в годы Великой Отечественной войны, не было гидрокостюмов. У наших участников есть. Это сильно облегчает прохождение испытаний. Но, тем не менее, оно остается очень сложным. Марк, что готовишь? Это шомпальный хлеб. Сейчас я нанизываю его как шашлык, и он такой будет плетеный. Выглядит очень аппетитно. Ну, как минимум, интересно. Да. Ты до этого никогда такой не готовил. Никогда. И даже никогда не пробовал запеченный такой хлеб на костре. А тесто? Тесто получилось отменным. Как мне кажется. Попробуй. Попробуй. Я сегодня все пробую. Как тебе? Мне кажется, чуть-чуть соли не хватает. Ну, мы можем еще сверху посолить немного. Отличное решение. Все. Спасибо. Я жду, когда она испечется. А мы сделаем пончики. Пончики? Из хлеба, да. Давай. Кстати, еще. Смотри, Стив. Можно посолить их тебе будет. Посолить? Паша говорит, типа, соли мало. Сначала Марк просто делал тесто. Я подключился к нему, потому что видел, что процесс идет не так быстро, как хотелось бы. А время идет, и нужно все закончить. Все сделать вовремя. Слышишь, поплавок, б***ь. Давай, соберись. Да я что? Мы 5 секунд перерыв. Так как я занимаюсь плаванием, мне, возможно, было немножко легче плыть по технике плавания непосредственно. И у меня меньше уставали ноги, потому что я знаю, как нужно совершать правильные движения. Давай листно позже. Одна. Два. Три. Раз. Два. Три. Четыре. с лизой все круто она крутой командир то есть ну были такие моменты что она такая так чего вы остановились плывем дальше я такая лиза ну камон мы же как бы не занимаемся плаванием я бы не сказала что я была сегодня жестким капитаном я можно сказать сегодня практически не участвовал в процессе видишь нас по течение несет расслабься марк второй день на кухне и у него все гораздо лучше и быстрее получается он развел костер очень быстро замесил тесто не его место на кухне друзья это тесто она умывалась даже дождевой водой когда я его номинал вода лилась сверху и я подумал что это очень символично мы сегодня отведаем частичку облаков частичку неба у нас так получилось что тесто слишком сырое и в тот момент когда мы начали его вешать на костер ну то есть оно просто начало падать и у нас в итоге все слиплось блин сыра внутри получается я знаю как все исправить скучно что марк хлеб готов практически да уже ближе близимся к завершению он пить он печется прямо на огне здесь решили пожарить такие хлебные котлеты прямо на лепешки назовем их так да лепешки будет прикольно не подгорит надеюсь что нет сейчас буду уже крутить а мне кажется что слишком близко друг другу и он слипается и подгорает да сейчас убираем уже давай стив возьмем вот эту вот которая сейчас я держу давай не вот это будет обидно что вот мы нужно финишной прямой и допустили такую ошибку давай вот это все поднимем сейчас потому что подгорает в ночь с 27 на 28 ноября 1941 года особый полк морской пехоты под командованием майора василия маргелова будущем он станет командующим десантными советскими войсками и его буду знать как легендарного дядю васю прорывал блокаду ленинграда моряки сражались до последнего но когда патроны стали заканчиваться они пошли на прорыв последние слова героев смотри фашистская сволочь я балтийский моряк и умру как подобает моряку из 909 человек десанта выбралось только 249 27 раненых среди них и маргелов после этого случая он всегда носил тельняшку в знак родства с погибшими моряками уже позже когда он возглавит советские десантные войска он выбьет это право для своих ребят для крылатой пехоты носить тельняшки почти около камышей чуваки до камышей ближе чем до места откуда стартанули андрей предложил заехать в камыши чтобы мы там уже шли по берегу и толкали его это была очень хорошая идея а парни сейчас будут готовить отвар из хвои его использовали для профилактики цинги ну а тем кто был на передовой выдавали вот такие вот брикеты и они просто и грызли редкая гадость конечно чего не сделаешь ради профилактики я надеюсь что отвар у ребят будет повкуснее у нас будет суп из хвои мне кажется много уже не кажется да нормально я проверю кстати аккордеон как он мы нашли в реквизите который подготовили организаторы аккордеон я не устоял и решил опробовать этот инструмент пока у нас пёкся хлеб я поиграл а стив по зажигал стив мега позитивный парень очень добродушный он душа компании если честно мы до конца не понимали сложности того испытания которое проходила другая команда мы доплыли до хамышей и мы уже просто толкали было достаточно тяжело физически мы на причале почти пять метров сейчас затянул полетели кто говорит что готовка это не мужское посмотрите что приготовить наши участники пойдем пробовать очень вкусненько ну вот сейчас чтобы разъединить нарк умеет месить тесто не знаю где он этому научился но получилось отменно то с кашей бойцы но это такой супчик для гурманов том-ям почти том-ям как бульончик потрясающе специфический вкус отменный ты как он весь красный стал вот как так как так реально суп очень вкусный да я попробовал вот эту заболонь это было супер вкусно ну ладно не супер вкусно но это можно есть и в принципе если бы я был супер голодный то я бы это съел 5 хватит дай мне одну все погнали ощущение того когда мы бросали домовые шашки были очень похожи как когда бросаешь гранатом то выделиваешь чекку отгибаешь усики и поехали очень холодно я не знаю я смотрю на вас и мне зябка ну мне зябка фриз потому что холодно но тем не менее вы справились во время вы уложились и если вторая часть команды вас не подвела то сегодня испытание будет пройдено надеюсь что все получится вам аплодисменты итак третий день закончен и хотелось бы узнать как справилась та команда с которой был павел марк мы сегодня приготовили хлеб мы очень оперативно сработались со стивеном мы сходили нарубили специальную заболонь в березовом лесу все это оформили и сейчас будем это пробовать что по времени по времени по времени мы даже чуть пораньше все успели сделать я даже успел на аккордеоне поиграть прям лучшие тыловики 10 процесс выпекания мы это делали вместе я думаю из-за этого все и получилось из-за этого мы за финале вот этот проект и сделали правильно все там всю задачу вместе это было классно мальчишки которые были на кухне я думаю офигенно справились со своей задачей они испекли такой вкусный хлеб я стоял у этого костра и просто поедал этот хлеб и когда нам уже нужно было уезжать я просто с этой палкой вот где был хлеб просто ушла и никому не хотел отдавать было очень вкусно и что касается моей команды лис как считаешь вы справились да я считаю мы справились мы соорудили макеты переправили плот назначенную точку и пустили сигнальную ракету задания были очень интересные на самом деле нам было действительно интересно их выполнять лис а как ты считаешь что вам помогло что послужило тем драйвером который привел вас к успеху мы отлично сработали с ребятами мы скоординировались и все делали сообща я безумно была рада что мы выполнили задание у меня сразу появилась энергия для того чтобы еще завтра поработать а мне показалось что сейчас вот именно на третий день почему-то начал проявляться характер у каждого из вас и вот что называется на морально волевых вы сегодня вытащили победу в испытании сегодняшнего дня пришлось как бы собраться потерпеть немножечко и в общем несмотря на плохие погодные условия мы справились ваша команда справилась даже несколько быстрее наша уложилась 4 часа вам понадобилось 3 часа 45 минут поэтому сегодняшнее испытание пройдено сами в честь себя два коротких один протяжный ура 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 карабан идет на восход все что случится тоже пройдет каждый шаг опыт запиши на свой счет время не ждет каждый день запромат ночью на бодрух утром помят куча наивных что ищут свой клад в итоге прогнуться как понти пилат голоса в голове мне сказали кричи и я верю им вновь на до сотни причин и слова мои тишину режут ночи открывая замки подбирая ключи к сердцу того кто остался один помню у нас еще все впереди пока вера горит и не победим мы все размотаем все пореши пережить чтобы помнить ты добро не похоть дорожить своей верой пока здесь мы этот мир не потерян пережить чтобы помнить пережить чтобы помнить Субтитры сделал DimaTorzok